Девушки отдыхают 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 Это же со сметаком, не? Ано. Я это наоборот, милая удрожба. Малая Стелинка уже нам удавает темпу, чтобы мы могли бы взлететь и посмотреть, что на этой храде есть дар. Я хотел, чтобы трасса была частью внутреннего интерьера, так что мы разветочили это оптически. А главное, чтобы это было безбарьеровый вступ. Так что мы взлетли целый на хору. Нужно, чтобы с обыва на террасу была использована подобная длажба или барвы. Дужественное, что для оптической зверчки, есть различные изменения. Я хотел бы там дать габионы, а то и терраса тоже заправила. Мне пришел в результате, потому что на этих габионах все нечетно сидеть. Я тут потребовала дать какие-то зитки, чтобы мы их вытасли на хору, потому что целый поземок падал. А чтобы мы разветочили эту храду оптически, так же нужно до зряку позорователя поставить какие-то вывыщения. И еще здесь будет прекрасная коруна каталпы. И когда мы смотрим на этот дом, так она, та каталпа, закрывает этот взгляд с тих океан с другой стороны. Так что это будет прекрасное посезание. Каталпа нана витвара уже природзеным растом сумерную гулятую коруну. По зиме са пребудзе как последняя, так что не боится, как с вами еще не зазеленала. На раздель от поводной каталпы, этот взгляд не квитнет. В взвыщенном захону используются ростлины, которые очень интересны, которые очень интересны. Это первое положение из зряка, когда мы взглядываемся в этот взгляд. Маме еще ту стипу, когда ее еще прочистите, чтобы она немного прочистила. Но я думаю, что все все будет красиво. Високую, не? Високую, еще хвиличку поточкаем. А чтобы будет непонятной выше. Взгляд, чтобы она еще не вымрзнула. На яр са мусиме постарат наиме о тенте друх траги с названием Оздобница Чинска. За стрих нудью я потребене во вишке 10-20 см. А то с кворки им се объявят первые зеленые части. Дужественные про малые захрады являются и стены. Если выжадите максимальности на захраде, то есть важный мусим певные стены, не зеленые кестры. Зеленые кестры прилищи убирают места. А мы на малой захраде прилищи того простору не имеем. Поэтому вы можете выбрать стены, которую будете использовать. А ростлины, которые претим будете сазать, которые будут нечим выжимать, а не имеют там дуров, почему там они должны быть. Кде се стелинце не больше любит? Малый се любит не больше на хупальце, на хвидальце. Найоблубленнейший кутик стелки. Вечену часу тады стравите. Маме тады все на малой площадке, что младая родина потребует. Теперь мы увидели захрадку, которая была навржена про младий манжелский пар. А пресунемо се на днешнюю реализацию, которая имеет с тут захрадкой сполечное то, что они имеют подобные размеры, а коротто майителе с старшим манжелским пар. Пресунемо се на малой захрадке под Битовкою. А тадо на меня чекает уже пан Йозеф, чтобы рассказал, как я достал задание на ту малую захрадку. Пре нас это было задание однодушное, пре вас о многокомпликованнейшее, потому что сте то мусели створить. Представа была витворить з тех захрадки и какое-то приемное место, где мы могли бы посетить, выпить кавицу, а также, конечно, чтобы было и на что посмотреть. Я здесь витворяю другую обивочку, другой обитный пространство вашего быта. И целое это ваше заинтересно про вашу пану, потому что так, как бы могла захрадка выглядеть, то мы еще раз общались с вашей паной, но этот завер мы уже сполу вытворили, и будет это для нее великое впечатление, потому что она здесь тоже нет. Думаю, что выполним ваши ожидания и что пану будет в заверии очень впечатляет, что это не будет слишком рискантней, так же впечатляет, что вы думаете? Думаю, что будет мило впечатляет, напрямую к тому, что я до этого засуровал и я. Видим, Робо, что уже я здесь управил ту длажбу, вовремя была аж сэм, что? Ано, оно, мы это предуправили, потому что те обрубники должны засохнуть, так что мы должны это вчера захистать, но это в общем-то уже прихистанет под твоего наврха. Покажи, здесь, до этого рога, б мела прийти от Милана сделанная скринь, до этого пройдут, ищем таковый оптический замер, на виночных бодах, ковы ветру, который его может легко захотеть. Медитым, начало праковать и на вымене длажбы на террасе, которая не выбрана нынешней. Подстотная ежи фарба и взор. Подлажа террасы ежи спадована смером от дома, чтобы за час дождя не затопили стены битовки. Видим, Роман, что ты можешь на то светло? Натянем кабель и идем дальше. Это светло, как потребуется на осветление в кофлейку? То мне там тахаш? То будет выведено. Перфектно. Так что то мы вытащены под длажбой, на то положим длажбу, а потом мы то вытажнешь нахору до кофлейку и там будет припоемо святло, которое буду потребовать ванночное осветление. Там будет засуха доробена. Парада. Так что то тут то пак захрнем и длажбой, а мы готовы. Продолжение следует... 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 которые на этой загорадке есть. Так я, я собираю рослины. У меня здесь рододендроны, которые потребуются для ращелин. Этот велик подходит там до того рога, но... Добро пожаловать. Сейчас потребуется маленький рододендроны. Не знаю, что здесь есть. Добавляем саду. Добавляем саду зеленые рослины, потому что они творят зеленые загорады. Они зеленые и зимы, так что на них будут видеть целую сезону. Так что это первое, что буду развивать. А потом буду давать дополнительные рослины, которые будут опадовые, а потом, наконец, пройдут трвалки. Так что сейчас развиваю хлопцам рододендроны. Мам тут два типы. О рододендронах вам расскажу Эрика в Хербаре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова На увод днешнего Хербара заčíname нетрадиčне, малým okienком с языколамом. Патри рододендрон до челаде рододендроновитых, а не патри до челаде рододендроновитых? А ни одно не есть правне. Рододендрон патри до челаде в ресовковитых Эрикаце. Рододендроны 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 Юж а рододендроны квитнут в кластрах. Су то большие кветы, которые квитнут на концевых вихонах. Тут уже видимо и красивые пуки, которые нам выквитнут. А по отквитнутой не забудьте отквитнутые сукветы отщипнуть. Тим забезпечим, чтобы мы в будущий год были в следующий квитнуте. В бочных вихонах с нами уже витворя новый вихон, который будет в будущий год в будущий год квитнуть. Рододендроны потребуют три зákladные подминки. А то есть кислопода, влхоз и полотень. Нарушим кореньовый систем, чтобы рыхлеще растлина закоренила. Пред висадбой забезпечим кислоподу. А не забудьте на яр использовать аж хноиво. Ужимаем хноиво, которое на кисломилные растлины, чьи уже суток рододендроны, азалки, 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 кисломилные растлины. Хлавным злошком хноива е kerатин, кторый поступне уволнює dusик до пълды. Тактєж обсahuje aj organickу злошку драслика, horčíка а фосфору. Je то хноиво вhodné pre ekологическое pestование. Храни životное prostredie пред хромadenем dusичнанов а тяжких ковов. А keď už máme рододендроны в зáhrade, так тут je пар праведел. Рододендроны urчите никды неокопаваме, pretože majу плиткý koreňовý systém. На яр родodendronom dáме hnojivo, ktoré len jemne zapracujeme a určite namulčujte, pretože mulč zadržuje vlhkosť v kôde, ktorú родodendrony potrebujú. А ak chcete vidieť množstvo krásnych родodendronov, tak určite odporúčam navštiviť arboretum linjany. Majte sa krásne! КОХЛИКИ 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 Teď tady do toho zvýšeného kochlíku dávám levanduly. Na toto místo jsem ji dala hlavně kvůli tomu, že máme tady sezení pro domácí a levandule je krásně vonявá skrz celou sezónu a taky na ní vidí ze svého obývacího pokoje. Udrží tuto barvu během celé zimy. Ten detail stříbrné a zeleného bude vidět celou sezónu. Levandule potřebuje chučí půdu. Tato bude kvéc modře, dosáhne velikosti nikde 40 cm, bude kvéc od nějakého července, srpen, září, ještě bude dokvítat a bude po celou sezónu vonět. Bude doplňovat tuto stříhanou solitaru. Ďalším prvkom, ktorý dokáže na pohľad predlžiť priestor do diálky sú trámy, ktoré sú položené do zeme smerom od domu a zároveň sú aj chodníčkami k budúcemu miestu na bylinky. Zadná plocha záhradky bude obsahovať bielu konštrukciu, ktorá ladí s pozadím, kde vidieť bytovky. Na drevených trámoch budú zavesené aj špagáty, ktoré nasmerujú rast brečtanov do tvaru vejára. Ich funkciou je takisto vizuálne zväčšiť reálnu veľkosť záhraby. Kvetináče sú naplnené do jednej tretiny keramzitom, ktorý prevzdušňuje substrát a zadržuje vodu. Na povrch sme nasadili sezónne rastliny, v tomto prípade fialky rohaté. S nimi sa tam nachádza aj brečtan popínavý s názvom Zlaté srdce, ktorý vyžaduje vlhkejšiu pôdu, má rád polotieň, ale aj slnko, podobne ako fialky. To, proč som tady udelala konstrukcii, je kvôli tomu, že potrebujú udelať optickou clonu proti bytovce, ktorá je naproti nám. Tady mi Milan přidělává poličku na bylinky, kterou sem navrhla ve tvaru obrazu, aby mi skrášila túhestu bílou stenu. Obrubu to dáme kvôli tomu, že z jednej strany bude vlastne štrk a v tejto skálke bude iba taký vlastne substrat na vrchu, takže tam potrebili sme to v podstate oddeliť, aby nám ten substrat nelezol do toho štrku a štrk do toho substratu. Posledné púrikovanie Makadamu je predzvestiou dokončovacích prác. V prípade tohto maličkého pozemku bolo použitých jeden a pol tony štrku. Rastliny sú už na miestach. Možno to nie je ani vidieť, ale použili sme ich tu viac ako sto kusov. Nasleduje dolaďovanie detajlov, ako napríklad aj nasadenie dvierok na skrinku určenú na zakrytie nádob na smeti. Mám tady zasázané heuchery, mám tady tři druhy palas, purple, marmeláda a lemon a sú to trvalky, které sázíme do polostínu. Mám je ráda kvůli barvie, protože tu barvu nechávají i přes zimu, takže je velmi zajímavé se dívat na zahradu, kde je všechno opadané a heuchery tak tam září svojí barvu. Vidíte, tahle msta má barvu, která je tmavě bordová se světlejším rubem listu. Marmeláda je žluté barvy ze spoda, je dočervená, dohnědá. V kombinaci s heucherou je výborná i čemeřice, heleborus nebo pachysandra. Podobají se všechny listem a mají jiné květy. Výborná je výborná 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 Aj keď sme pracovali na malom priestore, bolo by chybou, keby sme všetko zmenšovali. Práve tieto rôzne veľkosti a výškové úrovne ako vyvýšený záhon, rozptýlená skalka, veľké i malé kvetináče nedovolujú vidieť všetko z jedného miesta. A tak vzniká optický klam, že sa nám tento priestor javí väčší. Trámy s upevnenými brečtanmi vytvárajú stenu, ktorá je však priehľadná a tým neuzatvára pohľad majiteľov. Obrazy plné bylí na trámové chodníčky zo smrekového dreva sú ďalšími prvkami, ktoré vizuálne rozšírili, ale aj zútulnili celý priestor. Majiteľia majú pripravené svoje miesto na posedenie s výhľadom na srdce záhrady a to na Cyprusové dlejlanský, ktorý má ako jediný vďaka vyvýšenému kvetináču spoločne s levandulou celodenné slnko. Inak je záhradka v polotieni. Praktická, ale aj dizajnová skrina zakrie nevzhľadné plastové nádoby na recyklovanie. Detaily sú zámerne vo farbách žltej, aby exteriér ladil aj z interiérom bytu. Pozemok je dokonale vyčistený a rastliny sú poliate. Druhá obývačka pre pani Vierku je pripravená. Pojďte ještě kousíček. Aha, no. Pojďte ke mně. Počujem krásný hlas. Abyste měla krásný pohled. Jste připravená na odhalení. No, jsem. Mě dočkává jsem hrovně. Takže já vám rozvážu. Šátek společně dívejte se. Ještě krása. Co, podívejte? Jsem ráda, že se vám líbí. Dobre. Spokojena. To jsem ráda. To jsem ráda. Podařilo. A já čo? Najlepší nakoniec. Naším záměrem bylo udělat vám druhou obývačku, další obytný prostor, kde budete relaxovat, sedět a jenom se kochat. Myslíte, že záměr jsme splnili? Že to bude? To je na 100%. To prečilo všetky naše očakávania a naozaj len člověk vystupí z té obývačky a je v ďalšej. Už asi dneska si tu kávičku nevychutnáte, ale zajtra je určitě. A myslím si, že dnešní večer tu můžete se kochať jednak z obývačky alebo aj priamo na mieste. Tak, ale nebude zima. Využijeme jedno aj druhé. Určitě. A tu kávičku si raději zajtra dáme. I když malá zahrádka dala nám spoustu práce. Jak vidíte, končíme ve tně. Pokud se vám naše nápady líbily, podívejte se na naše stránky nebo na Facebook. Já vám přeji pěkný večer. Pěkný večer. www.slob вещ. страшný večer. Titulky vytvořil JohnyX. Vyom Jilidu nebo uslo,